И как всегда, рождественские праздники, они всегда отличаются именно таким форматом. Продолжение будет на протяжении практически всего периода до 19 января. Но среди особо интересных проектов я бы хотела отметить и караван Кока-Кола, который будет путешествовать по городу и останавливаться возле парка Шевченко на Успенской, на Соборной площади, на углу Дерибасовской и Преображенской, где и Санта-Клаус, и прекрасные эльфы будут танцевать, устраивать розыгрыши, дарить подарки нашим детям. Это всегда тоже такое сказочное, прекрасное, настроенческое такое мероприятие. 19 числа мы приглашаем всех на открытие главных елок. Они пройдут во всех районах города. Ну и, конечно, главная елка Одессы на Думской площади откроется 19 числа в 16.00. Мы приглашаем всех деток, потому что кроме празднования и рассказов о том, как празднуют Новый год во всех странах мира, будет традиционное угощение сладостями. 25 число – это уже традиционный для Одессы праздник проект «Европейское Рождество», открытие арт-елки возле Дюка-де-Ришелье и концертная программа. В этот же период времени с 23 по 25 будет также ярмарка проходить в парке Шевченко. Но изюминкой этого года является проект, который мы называем «Световое шоу». Это уже третий раз в Одессе оно пройдет. Одесса – это первый город Украины, который присоединился к таким очень ярким праздникам. Праздники света, световые шоу, фестивали проходят в разных странах мира. Очень отрадно, что наш фестиваль в этом году, проходящий как раз в рождественский период с 23 по 25, привлек к участию в конкурсной программе представителей из 14 стран мира. Это очень здорово. Свои работы они будут демонстрировать 24 числа на фасаде мэрии, а 23 в 19 и с повтором в 20 часов будет открытие тоже возле мэрии. Также в эти дни будет инсталляция и на отеле Де Пари, и возле оперного театра. Ну а в финале 25 числа будут показаны лучшие работы предыдущих конкурсов и так называемый батл между световиками 25 числа в 21.00 в темное время суток. Естественно, это будет очень ярко и зрелищно, а уже потом будут подведены итоги конкурса и награждаться будут победители. Ну и, конечно же, празднование Нового года. Это уже традиционный праздник. В Одессу приезжают люди с 31 на 1, работают рестораны, работают отели. Броне не отменяются на празднование Нового года, и нас это очень радует. Будет, как всегда, и фейерверк, будут хедлайнеры, будут прекрасные одесские исполнители, дети, угощения. Деда Мороза с 9 часов вечера будут опять выходить на Приморский бульвар и угощать родителей и детей, которые будут гулять. Но для этого надо будет рассказать стишок или спеть песенку. В общем, хорошее, веселое настроение всем будет обеспечено. Еще одна прекрасная традиция – это народные угощения. 6 числа в парке Шевченко мы будем всех угощать кутей. Это традиционное рождественское блюдо, которое будут готовить наши юные кулинары из 26-го училища. Мы очень благодарны руководству училища за то, что они выступили с такой инициативой. Ну и ребята смогут себя проявить. И возле фотосун у ракушек будет проводиться угощение всех желающих рождественской кутей. Ну и, конечно же, крещенские купания – это тоже всегда очень широко отмечается. Очень многим любимый проект такой. Он будет проведен 19-го числа. С учетом всех мер безопасности абсолютно все службы будут задействованы. А вчера в парке Шевченко в новом концертовыставочном зале, который называется так, «Горзал» – это новая площадка, которая была устроена по распоряжению городского головы. Прошла дипломатическая ярмарка, в ходе которой было собрано более 240 тысяч гривен. Эти деньги будут направлены на приобретение оборудования для пятого роддома. Вечером был составлен акт. Но помимо того, что это действительно благотворительный взнос, это было крайне важно, чтобы именно в этот период времени абсолютно все дипломаты, которые не только аккредитованы в Одессе, но и миссии дипломатические, а также некоторые, которые возжелал и приехал к нам из Киева. Например, представители Перу, они приехали к нам из Киева для того, чтобы принимать участие в этой ярмарке. Это очень здорово, это очень важно. Весь мир поддерживает Украину. Наши дипломаты создали очень такую радостную, доброжелательную атмосферу. Звучала музыка разных стран, танцевали дети, пели взрослые и маленькие. Было действительно очень вкусно, тепло и уютно.